здравствуйте сегодня хочу продолжить тему чакр и сегодня у нас чакра манипура она говорит о власти о воле и о деньгах в области желудка и солнечного сплетения она находится у богатых и властных людей больше всего прокачана именно эта чакра она у военных у политиков у людей на высоких должностях прокачивается через волевые действия и умение брать на себя ответственность поэтому обладающие именно этими двумя качествами люди чаще всего имеют и деньги и власть блокируется она чувством стыда и мы часто замечаем что богатые властные люди этого чувства не испытывают они тоже достаточно она эта чакра тоже достаточно приземленная и отражает лучше всего финансовую сторону человека это достаточно богатые люди которые работают на себя и чаще всего на них уже работает кто-то другой это властные люди вне зависимости от профессии либо это человек на высокой должности и у него много подчиненных достаточно прокачана манипура может быть и у человека главы большой семьи в которой его уважают и его слово главное в доме в общем она отвечает за реализацию в социуме недостаток энергии в манипуре может привести к серьезным проблемам с финансами а если человек завалил на себя чрезмерную ответственность то это может привести к физическим заболеваниям поджелудочной железы часто у военных у политиков у бизнесменов проблема именно с поджелудочной железой потому что часто на них лежит очень большая ответственность за других людей плохо когда энергии не хватает но еще хуже если она в избытке когда человек выигрывает в лотерею он быстро их тратит и залазит еще большие долги это значит что его манипура не было готово к такому объему энергии надо постепенно наращивать пропускную способность манипура волевые качества умение брать на себя ответственность и доходы соответственно тоже таким образом лучше постепенно должны увеличиваться не резкого так как пристана голову таким образом неожиданно сваливается свалившиеся деньги на человека не сулят ничего хорошего а могут принести проблемы как с энергетикой так и со здоровьем часто выигравшие люди эти деньги просто либо раздают либо проигрывают куда-то опять же либо просто вот в долги кому-нибудь занимают потом их им не возвращают потому что люди не готовы принять эти деньги они не знают что с ними делать даже если знают что делать куда вложить как бы да то ну там ремонт сделать или еще что то то они еще и не готовы к этому ремонту у них и там будет не недостаточно хорошо что-то сделано потому что человек не готов чтобы быть готовым нужно прокачать как бы вот эту вот эту чакру и вот эту вот энергию энергия называется зона комфорта до самая такая ответственная энергия в данном случае именно поэтому она как бы вот несет как бы имеет отношение и к воле то есть то что касается вот духовного такого до момента и к деньгам и и к власти да это то что касается земного потому что она находится на перекрестке этих двух энергий и вот от этой энергии как бы зависит именно в данном случае насколько раскрыт этот канал насколько человек раскрыт к людям вот в данном случае здесь шестерка да не если это другой канал то опять же все равно это власть это люди да потому что власть если ты один закрывшийся в себе никакой власти речи быть не может а а значит это в любом случае через людей только она может быть как через любовь вот шестерочка она говорит о том что ты получишь как бы власть над людьми тем что ты будешь проявлять к ним любовь в данном случае такая мягкая власть да скажем так люди слышат тебя они идут за тобой и ты можешь им чем-то помочь потому что любовь красота и праздники веселья то есть в данном случае вот эта шестерка говорит о том что человек несет людям если шестерка будет проявлена полностью то человек несет людям любовь человек несет людям понимание красоты помогает им раскрыть в себе эти качества тоже как оно красиво как хорошо когда ты открыт когда ты любишь а значит ты честен значит и благородина значит ты получается через любовь как бы имеешь влияние на других людей это появляется такая власть но власть не через силу а через любовь в данном случае и соответственно это человеку принесет и блага материальные и духовное как бы удовлетворение как раскроется это это зона комфорта как бы показывают еще вот эти дополнительные знаки да что она раскроется через 18 и придет к тому чтобы человек служить людям то есть через услужение людям тоже то есть через помощь людям в какой-то сфере с любовью именно раскрыв себе любовь раскрыв себе чувство вот как бы чтобы принимать людей до с любовью праздника такого до готовиться к празднику встречать гостей вот такая вот радушная очень энергия шестерки вот она говорит что через 18 18 мы знаем что это такая таинственность немножко через глубокое понимание глубина это это интуиция это притяжение то есть притягивая к себе любовь своей таинственностью свои пониманием глубоких знаний глубинных знаний каких-то таинственных знаний непознанных не неразгаданных чего-то нового через вот эти знания ты послужишь людям вот этот человек до имеющие шестерку здесь он послужит людям для того чтобы им принести добро потому что 12 это именно служение людям это новаторство это что-то новое что-то оригинальное что-то то чего дни не дает кто-то другой этот человек сможет дать и это пойдет на пользу людям в таком случае будет реализовано вот это вот чакра получается и это чакра у нас вот тут вот в таблице в этой карте здоровья вот она у нас следующая здесь раскрывается и она поскольку эта цифра находится 1 на перекрестке то есть она записывается два раза здесь вот и получается итоговое число опять же служение людям то есть дважды проявив любовь и на энергетическом плане и на физическом плане то есть от души как говорится да и проявляя любовь на физике то есть даряя эту любовь не только думая или чувствуя любовь к людям но и что-то делая для этого то есть на физическом плане для этого еще принимая какие-то меры человек через число 12 это его эмоции основная в данном случае число 12 а 12 я уже сказал это новаторство служение людям и криво креативность да такая вот через это человек получает во первых он несет людям добро как и было сказано да и во вторых он проявляет себя раскрывает свою чакру то есть это чакра у него хорошо раскрывается проблем с желудком как я уже показывала сейчас еще раз покажу вот эту еще теперь вот у нас есть манипура и здесь вот партнерство до места в социуме деньги статус это вот манипура дает до а относительно здоровья это середина позвоночника жкт желудочно-кишечный тракт и печень и ну и поджелудочная конечно же здесь это все вместе желудок поджелудочная селезенка там же у нас находится в этой области да еще у человека здесь у нас что у нас здесь печень желчный пузырь и желудок поджелудочная и селезенка вот этот вот участок как бы находится под влиянием манипуры и таким образом мы можем сказать что это вот проявление вот этой энергии в плюсе очень важно для человека если эта карта жизни его значит всей жизни значит тогда это одна из ведущих энергий для его зоны комфорта чтобы он чувствовал себя комфорта комфортно во многих сферах до жизни именно материальной и духовной сфере и и тогда у него вот если проявлено она будет у него широко раскрыт этот канал энергетический поток этот значит у него будет благополучие и на материальном плане и на духовном он будет себя чувствовать комфортно постепенное наращивание и раскрытия этой чакры наращивание материальных и духовных расская раскрывать духовное полага и материальные блага для себя именно приведут к тому что человек будете себя чувствовать благополучно хорошо во всех сферах жизни ну и поджелудочная как говорится тоже и все остальные внутренние органы до связанные с ней не будут у вас как бы страдать и поэтому наладится и простроиться энергетика этих внутренних органов благодаря тому что эта чакра будет активно в разумных пределах опять же да то есть я уже говорила что чакры могут быть как в малом количестве то есть если эта норма это сто процентов да то может быть и 40 и 50 и 10 открыта чакра или вообще дыра в ней может быть да полностью она кем-то например захвачена или там кто-то присосался такое бывает энергетические вампиры разного рода да то чакра это уходит в ноль и человек как бы он не старался чтобы он не делал у него денег как бы нет поэтому очень важно обращать внимание на эту чакру вот и кроме этого она может быть наоборот слишком активно чрезмерно активно то есть перевозбуждена это не значит что у человека много денег это значит что он будет болеть еще больше да и эти деньги это как бы получается объем не готов принять такой поток энергии это получается как бы тоже перенапряжение то есть наоборот болеет эта чакра постоянно перегружена а вы знаете что любой перегруз это износ как бы да поэтому как говорится органы на которые она сильно активно влияет они тоже страдают потому что это перегружается энергия это как знаете в сеть подать на 220 вольда подать 370 просто перегорят эти провода но вот так же это она подать может 370 но дело в том что провода ваши как бы органы внутренние которые это все право проводят через себя они не выдержат для этого сначала нужно как бы укрепить здоровье наверное я не знаю но общем чакра должна работать на сто процентов и поэтому контролировать ее надо то есть если сосредоточиться только на этой чакре на остальные нет то здесь будет тоже взрыв да то есть будет во первых болезни как люди которые властные как бы я уже сказала да они имеют слишком большую энергетику в этой чакре иногда чересчур большой они становятся жесткими жестокими жадными они уходят у них цель 1 заработать деньги и заработать власть это все с чего они хотят от вот этих вот энергии до земли и духовного развития вместо того чтобы удерживать баланс в духовном развитии как бы между добром и злом как говорится да удерживать в плюсе энергию они могут уйти в огромный минус тоже но этот минус будет отражаться как чрезмерная раскрыта эта чакра то есть полная концентрация только на этой чакре на желудке вот и получается что тогда болезни возникают именно там уже и человек наоборот может все разрушить даже материальное благо его ну то есть он будет богатеть 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 без меры да потом его поймали и посадили и закончится все нищетой вот вам минус этой чакры когда она чрезмерно работает да или вот он вдруг неожиданно но неожиданно когда деньги это значит ваша чакра немножко находит наоборот меньше ста процентов например да она вас свалились деньги типа выигрыша до какого-то очень большого или кто-то взял и сделал вам такое пожертвование огромное до что вы не сможете это вместить в этот ваш поток он не может это протянуть через себя а если поток слабый то тоже начинает страдать внутренние органы плюс может страдать психика человека у него просто крышу сорвет что называется потому что я же говорю это чакра находится между и на духовном плане и на материальном поэтому здесь очень четкий контроль если у вас проблемы с деньгами с уважением в социуме и так далее скорее всего ваша чакра закрыта если конечно не наоборот у вас как бы денег куча да и вас действительно в социуме не любят неуважение в том смысле что вас только боятся это тоже не очень хорошо как это говорит о том что чакра ваша уже чрезмерно открыто то есть больше ста процентов она ее уже рвет что называется это уже тоже плохо поэтому все чакры должны работать на в норме поэтому соблюдая в плюсе не переходя ни в какой минус или в плюс чрезмерно да тогда все нормально в идеале когда все чакры человека открыты на сто процентов это человек в полном благополучии он здоров он открыт и высшим силам и он не забывает о своем физическом теле и поддерживает на уровне нормального отношения и с людьми и со всей окружающей потому что каждая чакра у нас имеет видите отношение к людям поэтому мы должны это помнить и прорабатывать все чакры но замечая о том что у вас где-то из проблемы вот на материальном или на духовном плане мы уже можем сделать вывод что у нас что-то с чакрой не то либо она в минус если вот проблемы в отношениях уже до будет вот эти следующие у нас чакра которая нам расскажет уже которая нам расскажет уже сердечная чакра и она уже будет рассказывать у нас об про любовь и про творчество на сердечная чакра она работает именно и творчество истинное творчество но тоже через любовь обычно проходит поэтому вот следующее о чем я расскажу это будет чакра сердечная это у нас будет анахата и мы следующий урок урок следующие видео я расскажу именно об анахате до свидания